Ну а сейчас на льду нынешние лидеры российских танцев Оксана Домнина и Максим Шабалин занимали они второе место после двух первых танцев Проигрывая совсем немного французам, всего полтора балла Половецкие пляски из князя Игоря Бородина КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Я сказал, что в моем искусстве никто ничего не понимает Но когда я что-то делаю блестяще, это понятно абсолютно всем Вот здесь примерно что-то такое Потому что то, что они сделали, тут уже не нужно быть большим знатоком Потому что то, что мы видели, это действительно что-то необычайное Это действительно шедевр Ну не знаю, мне понравилось Теперь посмотрим, что скажут судьи Хватит ли нашим ребятам этих злополучных баллов Ну я думаю, что, конечно, это очень важно и мы надеемся Но важен, наверное, тот факт, что вот мы увидели две наши пары Которые сейчас реально выходят на первые позиции Но прежде всего, конечно, Оксана и Максим Выходят на самые ведущие позиции в мировых танцах на льду И это в первом послеолимпийском году То есть это такая серьезнейшая заявка на лидерство И очень приятно вдвойне то, что ведь эти две пары были абсолютно в тени в прошлом еще году И выйти буквально на арену, особенно Оксана и Максим И бороться сразу буквально уже за медали в этом году Это, конечно, была, я не скажу, что неожиданность Но, во всяком случае, эта неожиданность подтверждается катанием Хорошим катанием и хорошим буквальным мастерством владения конька У них есть прекрасный пример Татьяны Наски и Романа Костомарова Почему бы не пройти этот же самый путь, который прошли наши олимпийские чемпионы Что ж, по технике выше они получили на балл, чем французы? Программ, компоненты программы Так, более 100 баллов, и вот сейчас очень важный момент Хватит этого или нет? Не хватает 30-ти одной сотой Да, 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 да Они вторые, потому что уступают французам Но это трудно поверить 31 сотую балла 31 сотую